Многие мусульмане копят деньги всю свою жизнь, чтобы оказаться в хадже. Совершить паломничество в Мекку и выполнить один из столпов ислама могут, к сожалению, не все. Героиня нашего следующего сюжета уже и не надеялась увидеть священную Каабов, пока однажды не получила приятную новость от своей соседки. Об удивительной истории щедрости и взаимопомощи в сюжете Карина Баталовой. Я просила Бога за одного человека, который очень много лет мечтает и не может попасть в хадж. Моя мечта сбылась. Когда Зухре Джабраиловой подарили билет на вечер нашидов, она и не знала о розыгрыше путевки в хадж. Но с первых секунд объявления победителей для себя уже все решила. Шанс посетить священные земли достанется не ей и не родным, а нуждающейся соседке, за которую уже много лет мусульманка просит у Бога. Когда объявили на вечер этот нашидов, что будет разыгрываться путевка, я стала просить Бога, чтобы путевку выиграла я, для того, чтобы отправить соседку, которая очень много лет мечтает попасть в хадж. Дочка, хотя сама тоже несколько лет все время планирует в хадж поехать, но у нее не получается. Тем не менее, когда она услышала эту новость, она очень обрадовалась. Зухра уже была однажды в хадже и очень хочет снова туда поехать. Но признается, что сделать этого не смогла бы, ведь соседка так давно об этом мечтает. Свои желания женщина отложила на второй план. Лет 40 я мечтаю. Когда вот начали только на только ехать в хадж, я мечтала, но возможности не было. Видимо, Аллах услышал. Всю свою жизнь бабушка Зайнаб жила небогато. Работала посудомойщицей в столовой, воспитывала двух детей без отца. Их надо было накормить, обуть, женить. Как дуть деньги, соберешь на хадж. На пенсию 8 тысяч далеко не уедешь. Сын строится. Возможности помочь матери у него нет. У меня сын тоже был хадж, правда, скажем. Когда он 16 лет был, он в Исламском университете окончил меня. Марищи, усилиями, с их помощью, они здесь жили, соседи мои были. Сейчас они там в Кахулай живут, дом построили. Весь Кахулай собирал мне деньги для сына. Ихняя старшая сестра помогла поехать. Теперь Зухра занимается документами бабушки Зайнаб. Помимо всего прочего, она еще и откладывает деньги на все расходы в поездке, которые могут понадобиться соседке. У нее нет возможности даже оформить заграничный паспорт. А тем более нет возможности на какие-то расходы в хаджи. Поэтому сейчас я и в первую очередь хочу помочь загранпаспортом и впоследствии собрать деньги в хаджи. В этой истории свое благонравие проявили немало человек. Когда организаторы «Вечера Нашидов» и представители компании «Марва Тур» узнали о нелегком положении Зайнаб Казимовой, они решили поменять разыгрываемую изначально путевку в «Малый хадж» на путевку в «Большой». А это значит, что уже через месяц женщина впервые отправится на святые земли.